Базаров, подсюда выезжаем. Что, не клюет? Не клюет. Я не знаю, насколько она улучшилась, потому что я поймал что-то не очень крупное. Что-то я его уже даже не ощущаю. Я больше не хочу рыбачить. Это хорошенький. Хорошенький! Друзья мои, это хорошенький, это трофей. Проснулись в 4 утра, в воде были где-то в 5. Уже где-то больше часа мы отрыбачили. Ноль. Что происходит, непонятно. На что ловите? На курсу ловим. Мы сегодня вообще не ловим. В смысле? Не ловится. В этом видео я хочу вам показать непростоту астраханской рыбалки. А то в моих видео как-то все гладко и волшебно получается. И возможно создается впечатление, что тут рыбу можно поймать. Внимание на презик. Так мне в комментариях под видео написал один человек. Наверное ему виднее. Лично я на презик не ловил. Кто-то пишет, что тут ловится на любой воблер, что не кинь в реку. Кто-то ловит на ржавые блесны. Ну а кто-то вообще на пустой крючок. Итак, друзья мои. Астраханская область. Река Актуба. Реалии жизни. Утренняя рыбалка. Стоп, 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 стоп. Но вначале я отвечу на часто задаваемый мне вопрос. Плюх, 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 плюх. Многие меня просили рассказать про поводки. Какие поводки использовать, какой длины, какого производителя я использую. Значит, при троллинге я использую поводки не меньше 50 сантиметров. Но если у меня есть поводки метровые, или, скажем, метр двадцать, полтора метра, до полутора метров, я использую тогда длинные поводки. Метровые, мои любимые. Полтора метровые, не под каждый спиннинг подходят. Полтора метровые, метровые, 80 сантиметровые. Для чего они такие длинные нужны? В первую очередь, это при поимке сома. Сом порой наматывает на себя шнур и обрезает своими грудными плавниками нашу плетенку. Для этого нужен длинный поводок. Дальше. Для чего нужен еще длинный поводок? Длинный поводок нужен, чтобы проходить через бровки, через препятствия какие-то. Наша плетенка в определенных местах не стеклась, не резалась. Далее. Длинный поводок удобен при вываживании рыбы. Когда у вас метровый поводок, и вы подводите рыбу к лодке, вы уже видите, что у вас появился поводок, у вас еще метр, полтора метра есть для того, чтобы быть наготове, быть на чеку. Это тоже порой очень неудобно. Появился поводок, и все, значит, внимание, рыба уже рядом. Дальше. Длинный поводок удобен еще для того, чтобы брать без подсака. То есть просто за плетенку мы взять не можем. Можем, конечно, но мы порежем руки. За поводок мы берем и поднимаем в лодку. Ну, если как бы не используем спин, как рычаг. Вот как-то так. Фирму, которую я использую в последнее время, эта фирма просто и надежна. Фирма, который я использую в лодке. Тоже мелочь была. Блин, что, сорвался, что ли? Сошел. А похуже стало. Два дня ловилось шикарно. Перепадок. Давление, солнце, погода. Первый день ловили вообще шикарно. Вчера. И вечером ловили все только. Бандит, ну, как дельфин. Хрестящий. И вот она метка. И вот, и вот она метка. А вот бандит только вот такой вот. Так облавились вот этим угодом. Ну, ой, 31-й. Легенда. Да. Ну, почему? И еще это, Gigi. Тоже такое. Ну, да, да, да. Как сюда, тоже хорошо. А три бита ловили никак. Ни большие, ни маленькие. Вот это ловистый цвет. Я знаю, но возила пока никак. Все такие есть, ни маленькие, ни большие. И 85-й, и 75-й всякие. О, что. Сейчас хочу поменьше поставить. Я думаю, может уехать подальше куда-нибудь. Говорили? Не, не, он по-экалоту есть, и он стоит. Но он не активный, он прижат к земле. Когда он стоит где-то в метре, он прям вот видом пасется. А этот прижат. Ну, как говорится, дурак он. Ну, ладно, удачи. Давай. Похоже, рыбалка сегодня будет точно трубовой. За хорошим кулакастым придется побегать. Опа. Как в стену. Так, а вот это что-то серьезное вроде бы. Так, так, так. Немножко досечь. Странно. Все равно наверх один. Так. Бревно идет. Нет, ну это что-то уже посерьезнее. Это что-то посерьезнее. Да ни хрена не серьезнее. Обогрешь. Судак не активен вообще. Когда судак не активен, и такое бывает. Мой, друзья мои. Следующий уже попался более крупный. Но это все не то. Не такой судак не нужен. Не такой. Погода давит. И за крупным судаком придется реально побегать. У меня есть теория. Если наткнулся на стаю келошника, шанс поймать трофейного судака крайне мал. Более крупные клыкастики стоят все же отдельной стаей. И я все-таки принимаю решение сменить место ловли. И поискать судака в другом перспективном месте. В надежде на то, что крупный судак все же где-то стоит стайкой. Сегодняшнее утро я решил посвятить трофейному судаку. Поставил 150-й агрессор. Реплика под халпой. Цвет 217. Лопата стоит 8-метровая. Иду по глубине где-то 6,5-7. Иногда выхожу на 8. Небольшой змейкой. Судак замечен где-то на глубине около 7 метров. И судак походу стоит крупный. Судак сегодня не очень активный. Основная масса судака скорее всего держата ближе к дну. Активный судак как правило стоит в метре ото дна. Это тот судак, который, ну скажем, пасется. Охотится. На этом участке очень много бели. И с ней пасется судак. Есть, 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 есть. Это судак. И это судак. На 150-й агрессор, друзья мои. Вторая поклевка за проводку. Но я очень надеюсь, что это не маленький. Да, это трофей. 150-й агрессор. 217-го цвета. Это трофей. Лодичку сольем. Обломал страничок. Транчиком сломался. Вот такой. Вот такой красавчик. Агрессор размер 150-й. 217-й цвет. Кольца стоят здесь хорошие. А вот тройники стоят мустат. Вот один обломался. Но обломался он из-за того, что был белого поперек. И попался как раз на тройник. И как бы подбогрелся, что. Сейчас, когда вытаскивал из него, обломался. Надо заменить. А так остальные тройники все нормально. Поводок ставлю метровый. Производители просто и надежно. И так, делаем второй заход. Первый прошел у нас удачно. Со 150-м агрессором. 217-м цветом. Зеленый. Две поклевки запроклотного. Первую поклевку я не то, что прозевал. Спиннинг стоял в стакане. Но я думал, в принципе, поставлю. Но сама залетит-залетит. Получилось так, что увидел поклевку, пока потянулся за спиннингом в стакан. Поклевка не была реализована. После чего я взял спиннинг в руки. Пройдя еще метров 30, последовала следующая поклевка. Я подсек. И судак был пойман. Судачок на 3200. Сейчас сделаем второй заход. Посмотрим. Вот, скорее всего, судак. Стоит бровка. Возможно, белый судак. Судак, по-кругому, крупный и активный. Метрия-то одна. Далее следует, скорее всего, сом. Сом. Из-за юга. Вторая проходка получилась с холостой. Но еще есть у нас шанс дойти до мыса и поймать судака или сама. Я знаю точно, что здесь еще есть крупные особи. Их мы постараемся поймать. С большими приманками ходить довольно-таки скучно бывает. Но если на них попадается рыба, то это, как правило, трофейная рыба. У меня в ящике всегда лежат 150-е приманки, которые порой неплохо выручают по трофейной рыбе. Так, что это у нас? Вот у меня там травка, может, муравка не цеплялась. Но обидно. Вот еще перспективное место. Впереди. Здесь могли бы поймать судака. Крючок я заменил, поставил в МС. Можно ставить овнов. Иголклав. Вот что пойму. Ну вот, кстати, это просто большая такая водоросль. А если была бы водоросль поменьше, скажем, поводок, чем длинный, хорош. Вот видите, расстояние. Если здесь даже у нас что-то там прицепится, какая-то травка, то воблер все равно будет играть и шанс поймать рыбу остается. А если ловить без поводка или с коротким поводком, то все это уходит на воблер. Попробуем еще раз зайти и поймать трофейного судачка или сомика. Мне, конечно, не очень хочется поймать здорового сама. Я один в лодке и я с ним очень намучаюсь. Но он до 30 килограмм. Я думаю, я с ним управлюсь. В одно лицо. Третья дорожка. Попытка номер 3. Моблер на дне идет довольно-таки плавно. Отпускаем где-то на 50 метров. Некоторые из подписчиков меня спрашивают, как работает пеховод, как он показывает. Я бы сказал, что показывает он хорошо. Четко показывает рыбу. Все прописывает. Если экран не делить на две части, то все довольно-таки вообще идеально видно. Если мы поделим на две части, то, конечно, уже так-то маловато получается. Поэтому даунскан я иногда включаю, иногда отключаю. Сейчас он мне не нужен. Здесь все чисто. Я оставлю только рыбу поисковым. Режим. У пятого драгонфлая я обнаружил большущий косяк, большущий недостаток. Он, конечно, прорисовывает все более четко. И монитор больше, и прорисовка идет более четче. Но скорость прокрутки истории очень маленькая. Это у пятого. У четвертого все в порядке. Если сравнивать четвертый и пятый по всем характеристикам, по недостаткам, если сравнивать недостатки какие-то плюсы и минусы, то я предпочитаю ловить, он более уже потертый у меня, предпочитаю ловить на четвертый. Повторюсь, из-за того, что на пятом, на пятой модели скорость прокрутки вот этой истории очень маленькая. То есть даже на самом минимальном ходу, когда я иду троллингом, я не могу понять, где находится рыба и на каком расстоянии она находится на отводке у меня уже. У меня лодка идет быстрее, чем идет история самой картинки. Это мне очень не нравится и мне это неудобно. Поговорили, что можно установить прошивку на пятый и скорость карты там можно будет увеличивать в 300%. Так, вот скопление рыбы. Тут, возможно, бель. Где-то среди этой бели сто процентов есть хищник. Сказать, что это стая судака, но затруднительно. но, возможно, и стая судака. Пошел дождь. Пасмурно. Но я буду продолжать рыбачить. Камера у меня водонепроницаемая. Пятое полупрошка. Поэтому мне особо дождик не страшен. Единственное, как бы вот самому не замерзнуть, я ничего не взял от дождя. В дождик активизируется определенная рыба. По моим наблюдениям активизируется сон. На квоксе дождь сом водится просто превосходно. Посмотрим, как будет водиться судак. Большущий плюс у пятой модели Dragon Claya это то, что он показывает еще скорость. Возьмемо большого мониторчика и хорошей детализации. Ну вот, скорее всего судак. Здесь это возможно сом может быть какая-то что-то какая-то крупная особь стоит. Может быть крупный судак, не знаю. Но мы будем сейчас наготовить. На всякий случай. Здесь возможно сом лежит. То есть место перспективное. Будем надеяться, что будет поклевка. Прошел по спине, но иногда путаю с поклевкой. На всякий случай подсекаю. еще была значит непоклевка опять же по спине. То есть стая какая-то стоит. Может быть по спине сама. Вот. Значит глубина 5 метров и вот значочек на 4. Это возможно судак. Но по моим наблюдениям судак активный стоит вот так. в метре от 1. И здесь бель. Скорее всего крупный судак пасет бель. Далее опять та же самая история. И бровка. Здесь скорее всего судак. Заполз я вообще наверх бровки. Но иногда тоже приносит результаты. Если на самом деле я заблудился. С 8 метровым воблером я сейчас ползу по 4,5 метров. Ну вполне нормально. Он сильно не роет. Он отстукивает именно. Скорость у меня в районе 3 наверное. Чуть может меньше. зацепился он за что-то воблер чек мой. За бугорок какой-то. перспективное было место но мы прошли мимо. Возможно тут еще как повезет пройти. То есть ехолот дальше стоит здесь. Воблер идет дальше где-то в метре полутора метра. я раньше пытался ловить еще вот так. Тогда более-менее западает показание эхолота и где идет реманка. Но подсекать так мне очень неудобно. Это вот на шару если залетит. Вот опять же глубина 7 с лишним 6 1 стоит какая-то осень. и скорее всего это опять же суда. Может быть сон кормился. Но рыбы очень много. И внизу пель какая-то скорее всего. Вчера вечером была сильная поклевка на этот рефранер. Скорее всего это был сон. Крючок был разогнут. и поклевка была очень мощная. Явно несудача. Бреды поклевки подачи спиннингов была очень сильная назад. То есть явный такой рывок. С рефранерами я уже говорил. Я ловлю на них. Постараюсь в этом году вам это еще раз показать. Но у них в определенной поставке был косяк. Рефранеры часто вылетают. особенно 800 серия. Какие то получаются отрегулировать, какие то нет. Но если вы понимаете что воблер у вас вылетает, просто делайте скорость минимальная. Идите со скоростью 2 возможно покевка была 2 с лишним километра. 2 с половиной меньше трех. Тогда воблер вылетать сильно не будет. Воблер который в принципе вылетает порой даже лучше ловит рыбу чем ровно идущий. Объясню почему. Он начинает из стороны в сторону рыскать. И это порой приносит определенные результаты. Но это сильно выпешивает когда воблер вылетает. Особенно когда вы идете с напарником и у вас происходит перекрест. Дальше наверное не пойду уже мелко. Вытащу и попробую пройти снова. Проход был холостой. Очень странно. За первый проход две поклевки. На красные приманки пока что-то не особо поклевывает. Я приобрел еще себе красно-желтые такие. Это герман приманка приманка сделана под мэнс. Цвет сделан под мэнс. Но что-то пока с ними не так. Красный цвет не очень работает. Барабанит дождик не очень приятно. Ладно по течению попробую. Дальность отпуска можно еще замерять. по тому месту откуда стартовала лодка. Я ставлю риски 30, 50 и 80 метров. Постоянно говорю риски. Плетенки не поставить. Метки ставлю маркером. На желтой плетенки очень удобно ставить метку. Вот по течению лодур очень сильно барабанит. По течению скорость получается где-то порядка 6 километров. Но как ни странно при такой скорости по течению часто берет сон и зачастую берет судак. Многие даже любят ходить по течению. Не знаю какое течение. По течению наверное может проще ловить я не знаю. Мне просто неинтересно рыба по течению садится сама. А если даже она не садится я с трудом понимаю среди этого барабанения по дну где там поклевка. есть только явный какой-то удар будет. А деликатную поклевку как правило труфты судак берет деликатно я не понимаю. Но когда сон берет тут все понятно. это если про судака мы говорим о деликатной поклевке судака. Вот эта рыба стоит в пол воды. Это явно не судак. Это явно рыба. И возможно это сон. Может быть толстолобный. Но осыпь очень крупная. Усбавить скорость можно таким образом. и на холостых спускаться. Тогда воблер уже работает более плавно. Но это муторно включать выключать но порой приносит тоже свои результаты. Вперед включим сейчас и воблер пойдет более интенсивно. Это может спровоцировать рыбу. вообще это спине прошло. А может была и поклевка. Трудно понять при такой скорости. При таком отбивании по дну. Так тычок. Некрупный тычок. Судак неплохой. Прям мелкая потычка. но не очень крупный кстати. Может по течению тащит. Но больше килограмм точно. 150 агрессор. Не очень крупный. Теребунькает. если поставить меньше воблер наверно просто одолеет до килограммового килограммового судакей. Поклевок будет в разы больше. Вот что-то 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 есть у бегемота. Ай-яй, давит нехорошо. ай-яй, ай-яй. 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 где мой трофей-то вообще вот таких я уже устал вводить. Это стандарт в этом году. Кормовой судак, конечно, вот такой стандарт в этом году. Ради интереса взвесить сколько ты в граммах. Ну вот кило 300. Вот такие полутора килограммовые килограммовые судаки взрывают нам мозг. Да уж. Давай, 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 все, 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 давай. Такой суповой набор нам не нужен. Да. Глаз пробили Глаз пробили Выключите камеру Субтитры сделал DimaTorzok